Бисмиллахи ррахмани ррахим. Алхамду лиллах. Ассалату вассаламу аля Расулиллах. Аля алихи и асхабиха. Аджмаин амаба'ад. Продолжаем грамматический разбор Сура Аль-Фатия. Мы разбирали аят «Альхамду лиллахи раббил айламин». Дошли до слов «Раббил айламин». «Рабб» — это «нат», «сифа», «ау» или «жа», «бадал лиллах». То есть это «нат», «сифа», «определение» или «бадал», «приложение» подменное имя для имени Аллах. То есть «хвала Аллаху, являющемуся господину миру». Или «хвала Аллаху», «хвала Господу миру». «Унат» лмаджрури ау «бадалуху маджруру нислю». Определение, описание или приложение, поставленное в состояние джар имени, так же как и оно будет в состоянии джар. В родительном падеже. У алямуты джарьи признак падежа джар в этом имени «алькасра тузлахирату аля ахири» «явный касра на его конце». У Рабби мудаф. Имя Рабби является мудафом, первым членом изофетного сочетания. Аль алямина – это мудафун алейхин. Второй член изофетного сочетания, изофетной связки. Маджрурум бель мудафи поставлен в состояние джар посредством мудафа, то есть слова Рабба. У алямуты джарихи признак падежа джар в этом имени «альяу» – буква «я». Почему? Потому что это имя уподоблено целому или же правильному множественному числу мужского рода. Как известно имя, которое мы хотим поставить целое, то есть неразбитую форму множественного числа мужского рода, такое имя должно отвечать некоторым условиям. Так, это имя должно быть изначально или алам, то есть именем собственным, или вас, то есть предлагателем, производным именем, обозначающим какой-либо признак или качество, а также каждый из них должно быть мужского рода, обозначающим разумное и т.д. Таким образом, например, слово «зейнб» не будет иметь целой формы множественного числа мужского рода, так как, хотя это имя собственное, однако не мужского рода, а женского. Например, Также, например, слово «раджуль» тоже не будет иметь целую форму множественного числа мужского рода, так как слово «раджуль» не является прилагателем, ни именем собственным, то есть не является ни прилагателем, ни именем собственным. Также, например, «сабикун» является кличкой для лошади. Это имя тоже не будет иметь множественное число целой формы мужского рода. Почему? Так как обозначает неразумное существо. Однако, если слово «сабикун» употребит в отношении людей, со значением, например, «опережающий», то в этом случае мы можем образовать от сабик множественное число целой формы мужского рода, как, например, приводится в Коране «вас сабикун и сабикун и ла ахри». Теперь вернемся к нашему слову «аль-аламин» и постараемся понять, почему это слово не относится к «джамуу мазаккарин салим» целой форме множественного числа мужского рода, а относится к «аль-мульхақ бджамуу мазаккарин салим», то есть к уподобленному множественному числу целой форме мужского рода. Так любое множественное число, которое не соответствует хотя бы одному из условий, которые должны иметься в имени единственного числа, от которого образуется множественное число целой формы мужского рода, но несмотря на это употребляющееся, так же как и имена целой формы множественного числа мужского рода, то есть такими же окончаниями, как и целая форма множественного числа мужского рода, такое множественное число называют аль-мульхақу биджаму аль-музаккарисалим. Имя, уподобленное множественному числу целой формы мужского рода. Значит, аль-алмуна это у нас образовано от формы единого числа альм. Оно будет мульхақу биджаму аль-музаккарисалим. То есть имя, уподобленное множественному числу целой формы мужского рода. И причина здесь в отсутствии условия, которые выражены, как сказал Ибн Акиль, то есть Шарух Аль-Альфия, комментатор Тысячника, написанного Ибн Маликум. Так вот Ибн Акиль говорит, перечисляя примеры, уподобленных множеством числов целых форм мужского рода имен, также к ним относятся, например, слово Ахлюна от Ахлюн, так как это Исмуджинсин Джамидун, непроизводное, нарицательное имя, наподобие слова Раджуль, которое тоже является Исмуджинсин Джамид, непроизводным, нарицательным именем. И дальше он говорит, а слово Ахлюн, как раз разбираемое в нами, подобно слову Раджуль, являющемуся непроизводным, нарицательным именем, то есть Ахлюн, как и Раджуль, изначально не соответствует условиям, то есть не является ни именем собственным, ни прилагательным. Мы забыли упомянуть, что Аль-Муптадо Ма-Хабри, подлежащее Аль-Хамду вместе со своим сказуемым Лиллах, все это джумлату не смеет, именное предложение, истинное фиет, возобновляемое новое предложение. Ла махалла ла хаминал-иараби не имеет место в падеже. Аллаху а'лам.